К 30 с небольшим годам Елена Николаева Год назад в этом же кабинете Елена Николаева, тогда еще просто одна из претенденток на роль антипышки, впервые вела откровенный разговор с психологом. Помнишь фразу? Я не знаю, почему я такая, потому что я ем столько же, сколько и все. Я помню эту фразу, и я всем это говорила, что я ем, как и все, не больше. Организаторы сомневались, можно ли доверить Лене статус главной звезды реалити-шоу, хватит ли у нее сил и желания идти до конца. Казалось, что девушка и сама не особо заинтересована в переменах. Я пишу, у меня даже есть этот листочек, критики к состоянию нет. Нет, проблемы я не заедаю, стрессы я не заедаю, от скуки я не ем, за компанию я не ем. У меня сохранились записи, где у тебя все прочерк, прочерк, прочерк. Я не считала себя жирной. Когда я увидела первую серию, у меня вообще был шок. Я плакала полдня, мне кажется. У меня просто целька была, что я такая, что мы не можем быть. Лена до слез боялась предстоящей операции. Но еще страшнее было оставить все как есть. Мне кажется, для меня операция бывает прям переломный момент в жизни. Когда год прошел, я делала калаш, сравнивала две фотографии свои. Я говорю, интересно, что бы сейчас было со мной, если бы не операция. Мы так с мужем сидели, задумывались, наверное, это бы еще больше было. Еще больше объемы, еще меньше уверенность в себе и удовольствие от жизни. Какие у тебя были интересы год назад? Работа. Ну, я говорю, Лен, тебе нравится твоя работа? Ну, нормально. И вот из этого нормально была вот вся жизнь. Ну, нормально. И так пойдет. А потом, как я ответственна. Почему я должна делать то, что мне не нравится? Почему я должна носить то, что мне не нравится? Ну, да. Я кайфую от того, что я сейчас тоже живу в магазине. И осознание того, что там ты, на тебя налазит 48-46 что-то даже размер. Это вообще столько радости. Я стала с мужем ходить по магазинам. Раньше я вообще с ним не ходила по магазинам, потому что я стеснялась даже ему, чтобы он увидел, какой у меня размер. Ну, там 52-54, а то, что там 60-62, он не знал этого. Не видел. И не видел, нет. Я все бирки с размерами все выкатринала. Ну, внешне-то он так не видит, конечно. Нет, внешне он не видел. Врачей, в отличие от мужа, срезанными бирками не обманешь. От аппарата Bio-Empedance не укроется ни один лишний грамм. Программа хранит каждую цифру и выдает беспристрастное сравнение до и после. Конечно, по жировой здесь в районе 700% снижение. Это верхний ключевой пояс. 200% живот и в районе 200% с небольшим ноги. За год антипышка избавилась от лишнего жира, подкачала мышцы и в целом постройнела больше, чем на треть. Вес на данный момент 79,7, ну, грубо говоря, 80. Начальный был 131. Итого за год минус 50. Идеальный вес задает 70,5. Сама какой вес себе хочешь? Такое хочу. Такое хочу. То есть машину не обмануть. Все правильно. Полцентнера за год плюс еще 5 кило Лена потеряла за неделю до первых съемок, чтобы доказать, что она действительно готова работать над собой. Итоговый результат – минус 55 килограммов. Меряем живот. 102. 126 минус 102. 24 сантиметра за год. Очень хорошие у нас успехи, результаты, но будут еще лучше. Мы с тобой не расстаемся, хоть и заканчивается проект. У нас контрольные анализы, контрольные замеры, контрольные биоимпедансометрии. Поэтому мы с тобой, естественно, будем видеться, видеться и видеться, чтобы твое здоровье всегда было в прекрасном состоянии. Ближайшая встреча с врачами уже вечером, на торжественном финале проекта. Лена волнуется, как перед свадьбой. Но за внешний вид можно не переживать. Антипышка в надежных руках. Прически, в отличие от фигуры, лишний объем не повредит. И вот уже локоны нежной волной спускаются на плечи. Немножко убрали волосы от лица, открыли шею, чтобы придать женственности. Тем временем мастер по маникюру придает ногтям идеальную форму. Аппаратный маникюр, в отличие от обрезного, не травмирует кутикулу. И ногти отрастают ровно и аккуратно. Безопасность на первом месте. Стерильности инструментов позавидуют стоматологи и хирурги. После обработки в специальном автоклаве все насадки как новые. К нежному оттенку платья и туфель мастер сначала предлагает лак сдержанных пастельных тонов. Но в итоге решено не скромничать и добавить ярких красок. Мы выбрали классический красный, подчеркивает белоснежную кожу и удлиняет кисть. Последние штрихи к образу – вечерний макияж. Гости уже ждут главную героиню вечера. И первой Лену встречает психолог проекта Александра Фетисова. Леночка, я очень рада тебя сегодня видеть. Мы с тобой проработали целый год. И за этот год ты потеряла не только лишние килограммы. Мы с тобой проработали все личные проблемы, страхи, комплексы, неуверенность в себе. Я хочу, чтобы сейчас, глядя в это зеркало, ты пообещала, что ты больше никогда не вернешься в ту прежнюю жизнь. Простая, казалось бы, просьба приводит Лену в замешательство. Всегда сдержанная на эмоции и будто вовсе не склонная к сантиментам, она вдруг не может сдержать слез. Просто за год я еще не привыкла к камерам. Помнишь нашу первую встречу, когда ты пришла? Да. О чем мы с тобой разговариваем? Первая встреча вообще пришла. В смысле о том, что нельзя показывать, что у тебя что-то плохо. Показать, что все хорошо, что у тебя все идеально. Жизнь. Ну что, на вас смотрела, думала, как вы можете меня понять? Как красивая сидит передо мной, худая. Помнишь, мы с тобой разговаривали на тему, а кто раньше все это ел? Критики к состоянию раньше не было. Раньше казалось, что это норма. И к чему мы пришли? Обратно хочешь? А сейчас мы должны с тобой посещать. Что, обратно? И я клянусь, что я никогда в жизни больше не вернусь к той Лене, которая была. Она была в прошлом. 14 ноября родилась новая Лена, которая следит за тобой, которая ухаживает, которая себя любит, пытается научиться себя любить. Ломает свои зоны комфорта, и сломав какую-то зону комфорта, привыкает, и ломает опять заново. Идет только вперед. Играет музыка. Играет музыка. Этот огромный силуэт нарисовали по первым замерам антипышки Теперь она просто потерялась бы на фоне таких масштабов Минус 55 килограммов, много это или мало? На самом деле мы никогда не ставим перед собой конкретных целей в цифрах Задача в том, чтобы вернуть человека полноценную жизнь Улучшить ее качество И зачастую вернуть нормальное здоровье Мне кажется, что в данной ситуации в этом проекте мы со своей задачей справились Все без исключения И команда лавиатрического центра «Медиор» И наша главная героиня Елена И фитнес-тренер И визажисты-стилисты И съемочная группа, которая великолепно отработала этот год Я считаю, что проект удался Этот год мы прожили продуктивно И результат у нас совершенно очевиден Помню в начале проекта мы делали с Леной макияж и прическу Сделали фотографию до и после И комментарии к этой фотографии были такие, что Лена вроде как не особо похудела Это все заслуги визажиста и макияжа Но сейчас видно наглядно, что это не мои заслуги Это Ленина работа Поздравляю Лену с ее преображением Желаю всего наилучшего Лена герой Если кто-то считает, что Лена на тренировках в тренажерном зале Гоняла балду, ленивые тренировки у нее были То это все неправда Я помню, как Лена на первой тренировке пришла ко мне в зал И она не смогла просто отжаться от пола с колен Она упала и лежала пластом Я считаю, что Лен, ты большая молодец И если ты захочешь, ты сейчас сдашь даже нормы ГТО Я горжусь тобой, ты большая молодец Дорогая Леночка, многие думают, что жизнь после операции становится пресной, невкусной, неинтересной Как ты видишь, это не так Жизнь после операции заиграла новыми красками, новыми вкусами, новыми знакомствами Поэтому я поздравляю тебя с окончанием нашего проекта Желаю тебе и твоей семье здоровья и счастья Спасибо Ура! 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 Вот закончился год, год моего преображения Я хочу сказать безумную благодарность, что я попала на в этот проект, который перевернул просто мою жизнь на 180 градусов Какой-то на 360 градусов перевернул в моей жизни Многие были против того, чтобы я шла И даже родные Я безумно благодарна, что когда-то я прошла кастинг Отбор на этот проект Потому что я не знаю, что было сейчас со мной Даже представить себе, боюсь, чтобы было со мной Я стала более уверенная в себе Я не верила в то, что вообще это может быть Перевернули мою жизнь Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стройный человек и толстый человек Это две разные жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok